Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 июня и сегодня у меня очередной полив в теплицу. Я уже говорила, что вот в этой фазе, в фазе активного цветения и завязывания плодов, потому что на всех томатах уже висят плоды и довольно-таки крупные, полив я делаю чаще. Я объясняла, почему учащаю, что в каждой фазе растения есть своя норма потребления, когда мы высаживаем маленькую до цветения рассаду, ей нужно поменьше, потом, когда она цветет, завязывает плоды, ей нужно много, самый большой полив, и потом, когда плоды уже налились, начинают созревать, мы полив должны сокращать. Вот этот полив от предыдущего я сделала через 6 дней. Сейчас я снова вылью 2 бочки 400 литров, это примерно по 2, 2,8-2,9 литра, но по 3 литра воды на каждое растение, вот за неделю. Этого достаточно пока. И я хотела сказать не об этом, я вот когда делаю полив, я обычно в это время присутствую в теплице, потому что нужно посмотреть, там везде ли нормально поливается все, в это время провожу медосмотр. То есть, даже если мне ничего не нужно делать, я обязательно прохожу по рядам и смотрю, нет ли на листьях каких-то пятен, нет ли каких-то, ну сами вы знаете, что когда они меняются что-то, или начинается пятнистость, или какая-то вот там плесень, ну не плесень, как вот эта серая гниль, листья, очень как видно на них, потому что лист это индикатор здоровья наших растений. И вот я иду по всем рядам и смотрю, ну это как в сказке, хорошо ли вам, деточки, не холодно ли вам? Ну короче, это шутки шутками, но смотреть надо осматривать хотя бы раз в неделю, чтобы не проворонить каких-то вот таких сильно нехороших изменений. Но когда листики крутятся, это ладно, у меня даже вот, я говорила про чудо земли, что даже чудо земли перестало здесь крутить лист, скорее всего, наверное, потому что у нас дождливая погодка, не очень жарко, а может быть просто посмотрел, что я на него не реагирую, а думался, вот листья не крутят. Вот я прохожу по рядам, смотрю, все листья зеленые, хорошие, расправленные. Потом, что еще смотрю? Но в основном только листья. И смотрю, конечно, вот если где увидела, лишний пасынок опять вырос, вот я их, видите, пообрезала, побросала. Вообще, конечно, смотрю только по листьям. Если лист меняет цвет или меняет форму, сильно такую, вот как в том году кучерявится, то это уже сигнал к тому, что что-то не так. Вот был вопрос про пудовика, что пудовик верхушки такие фиолетовые, слабенькие. Он пудовик сам растения, видите, такой, как, я вот их называю, ивушка плакучая. У него и листики тоненькие такие, висячие, длинные, длинные, как сережки. И макушечки у него такие хлипкие. И были они у меня тоже фиолетовые. Я ничего не предпринимала, потому что, ну мы знаем, фиолетовый цвет, это недостаток фосфора. Возможно, он у меня, когда еще был до высадки в теплицу, для него было очень холодно. У меня вот ботяня посинел был фиолетовый, вот пудовик. Я ничего не делала, потому что я знаю, что в грунте у меня достаточно этого фосфора присутствует. И вот он, когда немножко стал взрослее, вырос, вот эта фиолетовость прошла, и все прошло само собой. Потому что нет смысла делать еще какие-то дополнительные подкормки из-за одного сорта, вот один, например, фиолетовый. Если я знаю, что питательных веществ достаточно в земле, я лишний раз пичкать не буду. Так, медосмотришь и все. Вот цвет я сказала, форму листьев. Все смотрим. И, конечно, смотрим, вот я уже хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что вы видите, что у меня все томаты почти растут не по дням, а по часам. И все уже почти переросли. Вот эти мои палочки, которыми я подвязываю, значит, они больше метра. Особенно вырвался вперед Вова Путин. Смотрите, он на сколько палки перерос. И вот по своему опыту я знаю, что то, что выше вот этого, это уже лишнее. Вот у меня предел, вот это у теплицы, вот эта планка, к которой я подвязываю последние верхушечки. То, что после нее образуется, это всегда бывает лишнее. Оно не успеет сформироваться, оно не успеет вызреть. И вот эти маленькие балаболки, их все равно выкинем. Так что следите. Если даже у вас вот такой сорт двухметровый, великан, вот это уже, он под два метра, надо их вовремя все-таки ограничивать. У меня вот там матреша, штраух. А, ну опять же, они различаются. Отличаются. Вот штраух, он раз мелкоплодный, я его позволяю им. Короче, то, что позволительно штрауху, то не разрешается Вове Путину. Потому что у него плод крупный. Ему вот эти вот, на высоте двух метров, крупные плоды все равно, они ему не удадут, не удастся ему выносить, вызреть. Следите за высотой. Я вот всегда смотрю, штрауху я разрешу расти дальше, а Вову немножко укорочу, потому что все, я посчитала, там уже и по пять кистей, и шестая цветет. Это уже будет для него лишнее. Но самое главное, что я вам хотела сказать. Раз в неделю, когда вы проводите полив, пройдите, посмотрите листья.